К сожалению, времена, когда пресс-конференции в Департаменте здоровья начинали с обнадеживающих новостей о том, что зараженность вирусом и, соответственно, заболеваемость пошли на спад, увы, уходят. Ирина Донченко начала с того, что спад заболеваемости замедлился, а заболеваемость, особенно в последние дни, пошла в гору. В Эстонии выявились 658 новых случаев заражения коронавирусом. Скончался один человек. Конечно, журналисты надеялись получить хоть маленькую надежду на то, что впереди новый спад, но участники встречи сообщили, что сейчас трудно или вообще невозможно спрогнозировать дальнейшее развитие событий. Пока можно лишь исследовать, где именно происходит заражение. На прошлой неделе жители чаще всего подхватывали вирус на работе, тем более, что от дистанционки все больше отказываются, а вот заражаемость внутри семьи и в школах снизилась. Сейчас мы вышли на плато и надо ждать, как ситуация будет развиваться дальше. Возможны любые сценарии. Опасность в отношении коронавируса немножечко снизилась, чувство тревоги тоже снизилось. Люди, в конце концов, хотят нормально провести Рождество, они хотят нормальной жизни. Но вот именно от того, как мы будем себя вести, насколько мы будем благоразумными, как раз, наверное, наш, так сказать, успех и заключен. Не будем забывать все те меры предосторожности, которые мы до сих пор применяем. Но, конечно, едва ли не главным героем пресс-конференции стал Омикрон. Причем не только у нас, но повсеместно. Проблема усугубляется еще и тем, что мы пока очень мало о нем знаем. Хотя в Эстонии выявлено уже 70 случаев. Много случаев связано с очагом в Тарту. Жертвами стали поклонники Вадминтона, устроившие турнир в Тарту и прихожане одной из тамошних церквей, где проходил концерт. Очевидно лишь высокая заразность вируса, который постепенно захватывает страну за страной. Например, соседняя Финляндия вводит ряд особых мер в отношении пассажиров и стран со стремительно ухудшающейся обстановкой, среди которых Эстонии, к счастью, пока нет, но появились Британия, Дания и Норвегия. Весь кризис проходит в постоянных изменениях. Весной 2020 года в Эстонии появился первый штамм. За этим последовала быстрая волна заболеваемости, а следом спокойное лето. Теперь вот уже полтора года мы во власти разных вариантов вируса. Омикрон уже пятый по счету, который грозит стать доминирующим и в Европе, и в мире. И есть и другие в других регионах. Сейчас поэтому разумно вакцинироваться, особенно бустерной дозой. Но прозвучали данные о том, что у людей, получивших бустерную дозу, риск заболеть в пять раз ниже, чем у прошедших полный курс вакцинации и переболевших. И в десять раз ниже, чем у тех, кто пренебрег вакцинации. А вот ответ министра на праздничный рождественский вопрос прозвучал очень обтекаемо. Пока ничего не ясно, поскольку ослабление ограничений на новогодние рождественские праздники будут обширзаться правительством только завтра. Ну что же, подождем. Здоровье все-таки дороже даже самых приятных посиделок. Михаил Владиславов, Александр Цукерман, Март Эйнла, Новости Таллина.